О Муфти Чечни, О Адам Мушриков, ой, Шахидов, Мушриков, потому что он взывает не О Аллах, а взывает О Посланника Аллаха, О Мужи Скрытого. О Посланника Аллаха, через тебя мы направляемся в сторону Аллаха, желая, чтобы Аллах удовлетворил эту нашу нужду. О великий шейх из Иллисхан-Юрта, сын Киши и Хеди, О Усман Хаджи из Наура, который является одним из четырех Аутадов, помолитесь Аллаху за нас. О Мужи Аллаха, помогите нам с помощью Аллаха. О Муфти Чечни, О Адам Мушриков, О Рамзан Кадыров, где тот пророческий волос, который вы развозили по городам Чечни и с истерическим плачем. Где он теперь? Коронавирус бросает вам вызов. Как вы можете допустить то, что коронавирус бросает вызов волосу пророка, алейхиссаляту вассаля? Вы прячете его? Вы носите его, как вы носили раньше и развозили его по городам Чечни? Вы что, делали это чисто в целях пропаганды и обмана людей? Сегодня самое подходящее время показать этот волос и бросить вызов коронавирусу. И доказать вашему господину Путину, что пророческий волос покончит с этим коронавирусом. Мы ценим то, что осталось от пророка, алейхиссалату вассаля. Как сделал это ум Сулейм, которая собирала кот пророка, алейхиссалату вассаля. Когда он спросил ее об этом, она сказала, «Мы храним его для наших детей, чтобы лечить их этим, а также это служит для нас, как самое прекрасное благовоние у посланника Аллаха». Кто это отрицает? Это находится в сахих мусли. Сподвижники искали барака в его одежде, в воде, которой он совершал омовение, в его волосах. Они лечились этими вещами и излечивались. Чем бы во времена пророка, алейхиссалату вассалям, они не искали барака, или чтобы пророк, алейхиссалату вассалям, не делал для их излечения, например, когда он положил свою руку на глаз одного сподвижника, его глаз стал здоровым, как прежде. Через что бы они не искали барака, они получали его и излечивались. Поэтому вы носите волос пророка, алейхиссалату вассалям, который вы развозили с длинной колонной машин. Скоро станет ясно, является ли это волосом пророка, алейхиссалату вассалям, или это волос лысины муфтия Чечны. Сподвижники не просили у пророка, алейхиссалату вассалям, после его смерти. Посмотрите на Аишу, да будет доволен ее Аллах. Пророк, салиллаху алейхиссалям, был похоронен в ее комнате, и она прожила там 40 лет, и она не обращалась к нему. Тогда как Адам Мушриков может обращаться к пророку, алейхиссалату вассалям? А Аиша ни разу не просила у него после его смерти. И никто из подвижников не просил его. Более того, смотрите, как стал действовать Румар при бедствии, то есть, когда их постигла засуха. Он собрал людей в одном из районов Медины, заметьте, не возле могилы. Затем объявил о том, что нельзя делать тавассуль. Не стал обращаться к пророку, алейхиссалату вассалям. А ты, у Адам Мушриков, открыто просишь у пророка, салиллаху алейхиссалям. Умар же в год засухи открыто не стал делать тавассуль посредством пророка, салиллаху алейхиссалям. Почему ты противоречишь Умару? Почему Умар не сделал то же, что делаешь ты? Как Умар открыто объявил об оставлении посредничества во время бедствия? Кто из подвижников взывал, говоря «О, мужи Аллаха!» Разве Умар сказал «О, мужи Аллаха!» Да, он был самым лучшим из мужчин Аллаха после Абу Бакра. Но разве пророк не один из людей Аллаха? Почему он не обратился к пророку, салиллаху алейхиссалям? Почему он не сказал «О, Божий человек! О, господин пророков! О, господин потомков Адама!» Он не сказал этого. И никто из подвижников. Почему Умар не сделал тавассуль посредством Увайса Аль-Карни? Ведь пророк похвалил Увайса Аль-Карни. Однако он сказал «Если кто-нибудь из вас встретит его, то пусть попросит его обратиться к Аллаху с просьбой о прощении за себя». Здесь есть четкое правило и условие. Он сказал «Кто встретит его?» И что сделал Умар? Каждый раз, когда из Йемена в Медину прибывали мужчины, чтобы выступить в поход, Умар говорил «Среди вас есть Увайс Аль-Карни?» Они говорили «Нет». Он не сказал «Хорошо, Увайс Аль-Карни в Йемене. Я обращусь к нему отсюда». «О, Увайс Аль-Карни!» Он не поступил так. Он каждый год ждал его. Когда Увайс приехал в Медину, Умар встретил его и спросил «Ты Увайс?» Он ответил «Да». Умар спросил «Ты из Карана?» Он сказал «Да». Умар спросил «Ты болел проказой и затем излечился полностью, кроме участка размером с дирхем?» Он сказал «Да». Умар спросил «У тебя была мать, с которой ты был почтителем?» Потому что пророк похвалил Увайса из-за того, что он остался в Йемене смотреть за своей больной матерью. Он хотел приехать в Медину, чтобы увидеть пророка, алейс-саляту вассалям, но не смог из-за благочестия к матери. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, похвалил его «Аллаху акбар». Умар спросил «Ты Увайс? Ты из Карана? Ты болел проказой и излечился, кроме участка, размером с дирхем?» Он сказал «Да». Тогда он сказал «Попроси у Аллаха прощения за меня». Три раза. «Попроси за меня прощения. Попроси за меня прощения». Умар исполнил слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. «Если кто-нибудь из вас встретит его, то пусть он попросит за него прощения». Зачем противиться и продолжать делать ширк у ада мучриков? Разве ты не знаешь, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Когда просишь, проси у Аллаха». Разве ты не знаешь, что Аллах сказал «Поистине Аллах не прощает, когда Ему предаются товарищей, но прощает остальные, менее тяжкие грехи тому, кому пожелает. Разве ты не знаешь, что Аллах сказал, в мечети принадлежат Аллаху, не молитесь же никому наряду с Аллахом? Сура Джинн, аят 18. Кто из подвижников понял это так, как поняли это вы, и стал обращаться за помощью к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, после его смерти? Поэтому, о, те, кто пошли против Умара, пошли против пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал, когда просишь, он не сказал, проси у кунт-хаж, он не сказал, проси у нахшабандийских шейхов, он не сказал, проси у Абдул-Кадир-Аджи-Иляни, он даже не сказал, просите у меня, когда просишь, проси у меня, он сказал, когда просишь, проси у Аллаха, когда ищешь помощи, ищи у Аллаха. И это суть слова Аллаха из суры Аль-Фатиха, которые ты всегда читаешь и не понимаешь. Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя молим о помощи. Аль-Субхи говорит в своих фетвах, что это означает исключительность. То есть то, что просить о своих нуждах можно только одного лишь Аллаха. Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя молим о помощи. И спрашивание помощи – это дуа, а дуа – это поклонение. А Аллах определил, что разрешено поклоняться лишь Ему. Вы не понимаете этого. Дуа – это ибада, поклонение. Как сказал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дуа – это поклонение. Более того, это один из столпов поклонения. Точно так же, как стояние на Арафате – это столб хаджа, без которого хадж не считается действительным. Поскольку Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал – хадж – это арафа. То есть это столб хаджа. То есть арафа – это рукн хаджа. Так же и хадис – дуа – это поклонение, то есть дуа – это столб поклонения. Ты понимаешь это? Вы же говорите, мы просим их, но не поклоняемся им. Это из-за вашего невежества, это ваше крайнее невежество, потому что Аллах сказал – скажи, мне запрещено поклоняться тем, кому вы взываете вместо Аллаха. Пророк Ибрахим спросил у своего народа – слышат ли они, когда вы взываете к ним? Затем он сказал – видите ли вы чему поклоняетесь? В другом аяте из суры Марьям Аллах передал его слова – я удаляюсь от вас и того, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Затем Аллах сказал, после того, как он удалился от них и от того, чему они поклонялись вместо Аллаха, Аллах говорит в суре Аз-Зумар – поклоняйся же Аллаху, очищая перед ним веру. В следующей суре, суре Гафир, он сказал – делайте дуа Аллаху, очищая перед ним веру. Видите? Это и есть книга Аллаха. Вот откуда у нас так много ясных доводов. А ваши доводы, во-первых, неясны. А некоторые, возможно, ясные, но их и снады слабые. Ваши доводы бывают либо неясными, но достоверными, либо ясными, но недостоверными. Таковы ваши доводы. Затем Аллах Велик Он Иславен говорит – поистине те, кому вы молитесь вместо Аллаха, такие же рабы, как и вы, молитесь им. И пусть они ответят вам, если вы говорите правду. Пророк – это самый достойный из творений. Если бы он был способен ответить на мольбу, он не стал бы отказывать. Но есть то, что не дает ему сделать это. Между мертвым и живым нет связи. Сам Ат-Тахауи говорит в своей акиде – мольбы живых приносят пользу мертвым. Но вы перевернули это, и получается, что в мольбах мертвых – польза для живых. О жители Чечни, остерегайтесь муфтия Чечни, который является порочным мушриком, и его помощника Адаму Мушрикова, который просит помощи пророка против коронавируса. Противоречивая этому Ромару, который обратился за помощью к Аллаху и открыто оставил Тавассуль посредством пророка, алейх салату ассалям, когда Медину постигла засуха. Затем вспомните этот аят – «Поистине Аллах не прощает, когда Ему предаются товарищи». Не следуйте за этими двумя преступниками из-за слепой приверженности. Не проявляйте к ним слепую приверженность. Они призывают вас к многобожию. Аллах не прощает многобожие. О жители Чечни, вы последуете за Ромаром, который не стал делать Тавассуль через пророка после его смерти, сказав «О Аллах, раньше, когда нас постигала засуха, мы обращались к Тебе через Твоего пророка, и Ты посылал нам дождь». Мы делали так раньше, а не продолжаем делать так. Если бы они все еще продолжали делать так, то Умар сказал бы «О Аллах, мы, как и раньше, обращаемся к Тебе через Твоего пророка». Или «О посланник Аллаха, пролей на нас дождь, попроси Аллаха». К примеру, попроси Аллаха напоить нас. Почему он не обратился к пророку, саляллаху алейхи ва салям? Почему Аиша не просила у пророка, если он был похоронен в ее комнате, и она прожила рядом с его могилой 40 лет? До нас не дошло ни одно слово пророка, которое Аиша услышала от него после его смерти. Почему? Потому что она не общалась с ним, и он не говорил с ней, и не было связи между ним и его женой после его смерти. Да будет доволен ее Аллах. Почему между ними не было, а между ним и Адамом Мучриковым есть? Затем, возле Хауда, в Судный день, пророку, саляллаху алейхи ва салям, скажут, «Ты не знаешь, что они привнесли в твою религию после твоей смерти». Ты не знаешь. Пророк, саляллаху алейхи ва салям, не знает, что происходит после его смерти. Затем пророк, саляллаху алейхи ва салям, сказал, что приведет слова пророка Аисы, обращенные к Аллаху. «Я свидетельствовал о них, пока находился среди них, а после того, как ты забрал меня, ты наблюдал за ними. Не я тоже наблюдал за ними, а ты наблюдал за ними». Пророк привел этот аят, чтобы подтвердить, что он не знал, что члены его умы вводили в его религию. Есть особое исключение. Это то, что ангелы передают ему салям от членов его умы. Это особый случай, не обобщайте особое. Также есть и другое исключение. Это то, что мертвый слышит стук сандалий людей, которые отдаляются от его могилы, завершив его погребение. В этом случае он слышит звук сандалий, а не все подряд. Нет. Такова исламская акида. А вы, нет, клянусь Аллахом, вы призываете к ширку, которую Аллах не простит в день суда. К примеру, муфти Чечни может говорить вам, подражая Джифри. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Клянусь Аллахом, я не боюсь, что вы впадете в ширк после моей смерти». Эти слова обращены исключительно к поколению сподвижников. Это доказывают другие его слова. «Клянусь Аллахом, я не боюсь, что вас постигнет голод». Но ведь голод существует среди мусульман. Как это пророк, саллиллаху алейхи ва салям, не боится, что его уму постигнет голод, если его много сегодня? Видите как? Поэтому ширк существует. И муфти Чечни служит доказательством на это. А также Джифри служит доводом на то, что в этой уме есть ширк. И Адам Мушриков тоже служит доводом на то, что существует ширк. Перед тем, как закончить, две важные вещи. Первое. Разве пророк, саллиллаху алейхи ва салям, не сказал, «Завет, который отличает нас и их, это молитва. Кто оставил ее, тот совершил куфр». Также и другой хадис. Между рабом и между ширком и куфром есть лишь оставление молитвы. Ширк и куфр в оставлении молитвы. Это люди, относящиеся к уме Мухаммада, саллиллаху алейхи ва салям. Но вместе с тем, многие из них оставляют молитву. Ну что, происходит ширк по причине оставления молитвы? Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, говорит, «Кто оставил молитву, тот совершил куфр или ширк». Видите как? Второе. Вы говорите, этот Ибн Таймия разделяет тауахид на три части. Секундочку, секундочку. Разве ты не знаешь арабский у Ада Мушриков? Ты же был в Шаме и учил арабский. Расскажи мне, можно ли сказать «Раббуль манзиль»? «Раббуль бейт»? «Раббуль усра»? Можно. Хочешь ты этого или нет, но это дозволено. Ты не можешь сказать «Нельзя». Однако нельзя сказать «Иляху ль-манзиль», потому что слово «Илях» для поклонения. Поэтому, если неверующий захочет принять ислам, он не войдет в ислам, если скажет «Ашхаду Аллах Рабба Илля Аллах». Потому что даже Абу Джахль говорил «Ашхаду Аллах Рабба Илля Аллах». Он войдет в ислам лишь после слов «Ашхаду Аллах Илляха Илля Аллах». Потому что слово «Илях» указывает на «Убудию», на поклонение, в отличие от «Рубубия», которое указывает на власть. Поэтому можно сказать о человеке «Раббуль усра», хозяин дома, господин дома, но нельзя сказать «Иляху ль-усра». Тем самым вы оказываетесь вынуждены принять разницу между «Аррабб» и «Аль-Илях». Хочешь ты того или нет, ты вынужден согласиться с Ибн Таймией, потому что это то, что он разъяснил. Разрешено сказать «Раббуль манзиль», но нельзя сказать «Иляхуль манзиль». Значит, есть разница между «Ар-Рубубия» и «Аль-Улюхия», о невежда. Ты, Муфтий, не знаешь разницу между «Аррабб» и «Аль-Илях»? Эти два вопроса наносят смертельный удар по лицу Муфтия Чечни и его приспешника Адама Мушрикова. О, чеченцы! Остерегайтесь ширко этих людей. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. А, прежде чем сказать «Ва баракату», скажу еще раз. Вынесите этот волос, чтобы бросить вызов коронавирусу. Если вы все еще прячете его, значит, это не волос пророка. Саляллаху алейкум ва салям. Ол жицы. Ва баракату.